Я всегда мечтал только летать. Он стал не только летчиком, но и увековечил свое славное имя, вписав его в великую историю России. Сегодня на центральной площади Карачаевска торжественно открыли памятник Героя России Канамату Баташеву, погибшему, исполняя свой долг перед Отечеством в ходе специальной военной операции. Анна Каракетова продолжит. На главную площадь Карачаевска, которую отныне носит имя Героя России Канамата Баташева, личная инициатива главы Карачаева Черкесии Рождец Тимрезова, пришли почти все горожане, чтобы отдать дань уважения его героическому поступку и выразить соболезнования родным и близким. Все организовали, как и достойно человека такого ранга, вынос знамен флага России, флага родной республики Канамата Баташева, гимны, минута молчания. Отдать дань уважения герою приехал и лично глава Карачаева Черкесии. Обращаясь к собравшимся, а в первую очередь к родным и близким Канамата Баташева, Рождец Тимрезов назвал его, безусловно, талантливым летчиком, посвятившим свою жизнь, покорению неба, настоящим патриотом, достойным примером грядущим поколениям, который не остался в стороне в час, когда родина в нем нуждалась. Канамат Хусевич завершил свой путь военного летчика, как настоящий герой. Выполнил свой воинский долг в зоне специальной военной операции, сохранив жизни многих других российских солдат. Я хочу искренне поблагодарить всех причастных к увековечению памяти нашего земляка. Канамат Хусевич будет примером для всех нас. Примером мужества, чести, героизма и искренней любви к отечеству. Уверен, к монументу будут приходить сотни мальчишек, и кто-то из них наверняка выберет профессию летчика, потому что почувствует горячее желание стать похожим на Канамат Хусевича. Память о нем будет воспитывать и укреплять патриотический дух у граждан всех возрастов, что особенно важно сейчас в новых тенденциях мировой политики. Сегодня сотни российских солдат участвуют в спецоперации, борясь с неонацизмом. Время выбрало нас, сказал, обращаясь к собравшимся, участник СВО Вячеслав Беляев. Он лично не был знаком с Канаматом Баташевым, но рассказал, что подвиг этого героического летчика-снайпера стал примером и придавал сил им, молодым солдатам. Обращая их к собравшимся, Вячеслав подчеркнул, что Канамат Баташев, совершая этот поступок, думал о людях, 8 лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима. Я лично его не знал, но я за его подвиг наслышан. На самом деле, великий человек, я считаю, что не отвернулся, вернулся, грубо говоря, и в одиночку, я так понял, что нанес сокрушающий удар противнику, тем самым спасая жизни наших парней. Право торжественно открыть памятник герою России, военному летчику-снайперу, генерал-майору Канамату Баташеву предоставили Рашиду Тимрезову и младшему брату Мурадину Баташеву. Винки и цветы возложили к подножию памятника многочисленные делегации и жители города. Сегодня я чувствую волнение и гордость, что сегодня открывает памятник в честь его героического подвига и переполняет, конечно, чувство, что он, как настоящий патриот, сделал для своей страны. Люди уходят, умирают один раз. Он ушел, как герой. Герои не умирают. Я очень рада, что этого человека увековечили памятником, назвали в честь него площадь, главную площадь города Карачаевска. Канамат Баташев всегда мечтал о небе и самолетах. По словам брата, Мурадина Баташева с детства к этому стремился и очень серьезно готовился. За плечами Канамата Баташева – ледное училище, Академия генерального штаба и заветное небо и профессия летчика-снайпера. Он сумел добиться своего, стал высококлассным профессионалом, всю свою сознательную жизнь посвятил служению Отечеству, был человеком высоких моральных качеств и настоящим патриотом. Был в биографии генерала-майора Канамата Баташева очень неприятный момент. Его обвинили в крушении самолета Су-27. Петрозаводский гарнизонный военный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и к возмещению материального ущерба в размере 5 миллионов рублей. И будучи на пенсии много лет, Канамат Баташев выплачивал этот долг. Но несмотря ни на что, при первом зове родины он отправился защищать ее интересы в числе первых. Тем самым еще раз доказав верность присяге и еще раз отстояв свою честь. О том, что Канамат Баташев участвует в специальной военной операции, не знала ни его семья, ни родные. Генерал-майор ВВС России погиб, спасая группу попавших в окружение российских военных. О группе он услышал в воздухе, уже возвращаясь в задание, и решил помочь бойцам. Он знал о грозящей опасности, но чувства долга и воинского братства были сильнее опасений за свою жизнь. И это было его взвешенное личное решение. Есть старинная поговорка «Сила народа в его достойных сыновьях». Канамат Баташев тому подтверждение. Мадина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск.